Это очень хорошо, что все-таки 15-й международный фестиваль приехал к нам в Вологодскую область и проходит в соответствии с тем планом, который долго выстрадан. Все у нас получается. Все мероприятия, которые были выстраданы, были готовы в 15-м международном фестивале, они состоялись. Я думаю, что еще немного времени, буквально три дня, и мы узнаем тех победителей, которые определит высокое-высокое жюри. То есть я еще раз всех приглашаю наших володжан, гостей города, на оставшиеся успеть спектакли, фестиваля. Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И вот, когда мы в сердце Кремля Вологодского находимся и смотрим какое-то представление, или в музее-заповеднике Кирилла Белозерского монастыря, вот и камни, и письмена не молчат, они с нами разговаривают, и небеса разговаривают. И это потрясающее совершенно явление. Это отмечали многие актеры, которые вот играли на открытом пространстве, для которых это происходит впервые в жизни. На самом деле это не представляется дальний, может быть, горизонт, а может быть и близкий, не знаю, новых открытий на этих площадках. Это нужно делать каждое лето. Каждое лето обязательно. Может быть, даже, я не знаю, какими средствами, какими силами, но всем надо участвовать в этом благородном деле, потому что это может быть явление удивительное в театральной жизни, некого эпического театра. То, что сейчас вообще на подмозгах не происходит. А здесь сама природа диктует свои условия, свои правила. Она вдохновляет нас на это, понимаете? И может быть, даже театром Вологодским именно подумать о каком-то таком репертуаре, одно дело вы играете тогда, когда, значит, это идет репертуар осень-весна-зима, а другое дело репертуар, который летний. Это для тех, кто приезжает в Вологду. И это особая совершенно страница будет. Вы будете неповторимыми. У вас все для этого есть. Самое главное, есть такой потрясающий публичный отклик, которого я не видел уже много лет. Вот поверьте мне, это так ценно и драгоценно. И так мы волновались, вот как будем работать в Кирилло-Белозерском монастыре, в заповеднике. Тем более, что я был удивлен, что там нет... Не в ряд стоят кресла, а по периметру буквы «П» вокруг. Вы играли в монастырском дворе, да? По-моему, слава богу, сцена была довольно просторная. Мы там замечательно поместились. Все чудесно. Погода, блеск была. И действительно, чайки и птицы, воспитанные на Вологодчине, они тут же реагируют на музыку, на голос, на свист. Они тут же летят, интересуются, что происходит. Раз, полетела дальше. И это все производит невероятное впечатление. Когда я начал читать посвящение Есенина, обращение к Пушкину, вдруг голубь, раз, так слетел, и я говорю, привет от Александра Сергеевича, душа Александра Сергеевича. В виде голубя приземлилась там. Это такие живые приметы окружающей нас действительности и природы, драгоценные совершенно. И вот на наше удивление, хоть и публика сидела довольно далеко от нас, визуально, видимо, мы их пропадали, особенно правое крыло, потому что им солнце постоянно слепило, они несчастные. Женщины, у кого, слава богу, волосы длинные, они как-то волосами прыгают, другие, так, ладошкой. Вот, все это было проблемно. И тем не менее, тишина абсолютная. И такое вот, я думаю, ну не может быть. Думаю, сейчас что-нибудь скрипнет, кто-нибудь пойдет. Ну, как обычно, особенно тогда, когда открытое пространство. Ничего такого не было. И вот абсолютное единение друг с другом. Нам не хотелось расставаться. На самом деле, настало такое время, когда вот разлука, которая произошла публике и артистов, те, которые любят публику, понимают, те, которые, в общем, радеют за доброе, милое, славное, истинное, вечное, радеют за то, что необходимо человеку слышать с тем, чтобы жить, созидать, жизнь любить. И вот благодаря вот вашей публике вам вот эта радость встречи, радость общения друг с другом возвращается. Это было нарушено в течение многих лет. Это было нарушено в течение многих лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова